МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава региона подписал распоряжение, сделав 2 сентября 2019 года выходным днем для женщин, работающих в бюджетной сфере и воспитывающих несовершеннолетних детей. Им необходимо в письменном виде написать заявление своему работодателю и получить оплачиваемый отгул. Кроме этого, губернатор рекомендовал поддержать инициативу всем предприятиям и частным компаниям. С полной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации губернатора Ульяновской области. В связи с тем, что мы перенесли начало учебного года на 2 сентября, поэтому в целях содействия улучшения семейной ситуации поддержки женщин в числа работающего населения, воспитывающих несовершеннолетних детей школьного возраста, предоставить на издавительной основе воспитывающим несовершеннолетних детей женщинам, замещающим должности государственной гражданской службы Ульяновской области, должности не являющихся должностями государственной гражданской службы и работающих в форме государственной власти, дополнительный оплачиваемый день отдыха. Во время летних каникул часть мальчишек и девчонок посетили загородные пришкольные лагеря, другие занимались трудотерапией в спецотрядах, третий гостили у дедушек и бабушек в деревне. Все это время члены комиссии занимались внутренней и профилактической работой, продолжая посещение неблагополучных семей. С 1 июня по 1 октября проводится межведственная операция подросток, основная задача которой – создать безопасные условия жизни и проживания наших несовершеннолетних, организовать летнюю занятость всех несовершеннолетних, стоящих на различных видах учета. То есть это дети, которые стоят на учете у нас в органах внутренних дел, это дети опекаемые, это дети сироты. Всем известно, что у растущего ребенка очень чувствительная психика. По мере социализации дети сталкиваются с множеством проблем, среди которых подростковый стресс. Именно в этом возрасте начинают формироваться многие психические заболевания, среди которых шизофрения и разного рода психозы. В этой связи начеку должны быть не только родители, но и школа, а также общественность, чтобы вовремя заметить изменения в поведении маленького человека и своевременно принять меры. Особо нужно отнестись внимательно к первоклашкам. В сентябре максимальные выходы на дом классного руководителя. Максимальное количество. Пойти, посмотреть, в каких условиях время он тут живет, есть ли у него место для занятий. Это обычная история, классный руководитель знает. Только в советское время, как часы, а много, по кругу классного руководителя не сходи. В связи с участившимися трагическими случаями, в которых фигурируют подростки, будет усиленная профилактическая работа с несовершеннолетними. С нового учебного года на традиционные родительские собрания в школы будут приглашать представители органов системы профилактики медиков. С сентября запланирован тщательный мониторинг посещаемости занятий во всех учебных организациях. Кроме этого, психологическая служба помощи должна начать активнее работать с семьями, состоящими в группе риска. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав также претерпит некоторые изменения. Так, пройдет серия обучающих семинаров с педагогами, пересмотрят подходы к программе родительского всеобуча, а также будут тщательнее отслеживать посещаемость детьми из группы риска, кружков и секций дополнительного образования. Продолжение следует...